Девушки отдыхают 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 Этот бой для нас, так что можно идти к следующему То есть это была лишь разминка Переходим к более интересным моментам Самая страшная компонация, которая есть в игре На малых и средних рангах Это, конечно же, немцы и японцы Потому что они шикарно друг друга дополняют И у них очень высокий винрейт Я уже об этом рассказывал как-то в видео Но, как видите, ничего кардинально не изменилось Баланс не поменялся Но не суть, буду рассказывать, как выживать Сейчас я рискнул Попытался дотянуться и с помощью пушки сбить японца У меня это не получилось и нужно сразу пикировать Благо мы могли позволить себе Вот этот вот рискованный шаг Потому что в пикировании у японца нет шансов Да, сейчас он пытается нас догнать Но не волнуйтесь, дело в том, что Хоть японец и крайне маневренный Но если его разогнать, а он разгоняется Пока нас преследует, у него становятся Отвратительно работающие рули Высоты, рули направления У него отвратительный крен и он не может По нам попасть Мы при больших скоростях более-менее имеем неплохой крен И поэтому легко уклоняемся от Любых нападок И сейчас еще параллельно, пока летим Попробуем помочь нашему союзнику Сейчас очень большая скорость Как видите, мы не смогли Срезать противника Ничего страшного У нас есть еще возможность Осматриваемся постоянно Следим, где находится тот самый Зеро Он решил нас сбросить И это, конечно же Ну не то, что ошибка Он и так нас не догонял Но это все Это смерть Это просто кирдек Сейчас мы выходим на огневой У нас очень хорошая скорость И вот это как раз основная тактика Которую нужно использовать против японцев Фактически на проходах Сбивать этих опасных чертей Которые в маневренном сражении Не оставляют никому шансов Вот мы его срезаем Спасаем союзника Тут еще один товарищ Одним снарядом второго Отправляем в ангар И фактически Вот эта вот зона На карте уже наша Сейчас может быть Троечку Нет, троечку не оформим Потому что противник горит Я никак 75% Нашего рандома Я подсасывать не стану А я напомню Подсос считается Только когда вы Горящего сбиваете Если противник просто дымится Но летит куда-то То это не подсос Вы можете смело его добивать Но в любом случае Каждый решает сам Что для него В приоритете Хотите добивайте Хотите не добивайте Это игра То есть каждый сам Для себя создает правила Итак, сейчас мы Уходим немножко в сторону Потому что видим Тройку противников Которые имеют Серьезное преимущество По высоте Я постараюсь Конечно помочь Союзнику У него серьезные проблемы И он скорее всего Не уходит Мне просто нужно Немножко времени Чтобы подразогнаться Дальше я попробую Его спасти И еще и убежать Сам Но это очень рисковое Мероприятие Если вы не уверены В том что у вас получится Лучше улетите на филд И починитесь Вот Или просто заклимбите Как следует в стороне Чтобы вернуться Отомстить Жестким бумзумам По противнику А бумзум Я напомню Это простейшая Легкая тактика Она сваивается За два дня Все что нужно Это просто падать С высоты Пытаться сбивать Противника Не особо сбрасывая тягу И уходить наверх Так вот Несколько раз Несколько раз Пока не собьете Вот мы их Чуть-чуть Напугали Мы их заставили Немножечко Рассосаться Наш союзник Убежал И при этом Одного противника Мы посадили себе На шесть Это отличная возможность Дело в том что Сейчас мы будем Просто уходить в сторону И ждать пока Он совершенно один Останется Чтобы никто Из врагов Не смог ему помочь Нам просто нужно Создать Максимально Такие знаете Соло условия Чтобы получилось Сыграть один на один Потому что Хоть это и Фридрих У него явно Преимущество Сейчас по всем параметрам Во-первых Он уже у нас на шести Это раз Второе Он более маневренный Это два И вы думаете Нафига вообще тогда Разворачиваться И сражаться с ним В дуэли А потому что Интересно Иначе я вам просто Ничего не расскажу И ничему не научу Так вот Настал этот час икс Сейчас мы будем Делать разворот Потому что мы оторвались На более чем Два километра Этого достаточно То есть Чтобы либо выйти в лоб Либо сделать уклонение И попробовать противника Сбить уже На следующих Возможных Контратаках Сейчас я стреляю в лоб Он тоже решил уклоняться Ну и замечательно Так даже проще То есть Мы бы возможно уклонились Вот сейчас смотрите Почему у нас преимущество Почему мы так Спокойно выходим На огневую Я поясню Дело в том Что мы уже сделали Один разворот Следовательно Потеряли скорость Потом сделали еще один Разворот на 180 Еще раз потеряли скорость А противник Практически летел по прямой Его скорость была Значительно выше Именно поэтому У нас Достаточно такой Знаете Маленький радиус Маневра Мы более маневрены Из-за того что у нас Гораздо ниже была Скорость И противник Фактически посадил себе На 6 Он не работал Как следует Тягой Он в итоге Видите В ножницах Пару раз Подставился И легко Был сбит И не важно Что это Фридрих То что у него было В начале преимущество Позиционное То что он более Маневренный Он слился Потому что он не знал Ну фактически Таких базовых Вещей Небольшая рекламная Пауза В общем появились Ребята Которые решили Подвинуть Вилсакома Они унижают Различные Моноподы Технику А так же Собирают Компьютеры Из говна и палок Ссылочку на этих Парней я оставлю В описании Под видео И в комментарии Следующий фраг Не требует Комментариев Но согласитесь Красиво Смотрите Опа Сальто А сейчас Пример глупой Атаки Со стороны противника Вот он Как бы Имеет преимущество Атакует На сверху На большой скорости Но в данной ситуации Я постарался Сделать минимум движения Чтобы максимально Сохранить свою Не слишком большую скорость Противник Вот я даже не ожидал Он начал Разворот Поэтому я тягу Где-то до 80 Сбросил Чтобы понимать Что он будет делать Вступит в маневренный бой Или начнет Отрываться Чтобы если что Я максимум тягу сделал Или наоборот Еще больше ее сбросил Если это маневренный бой Но он Сделал максимальную глупость Поясняю В чем его ошибка Если бы он После неудачной атаки Пролетел дальше Я бы его Никак не мог догнать Потому что Так бы мне еще раз Пришлось развернуться На 180 градусов В то время Как он сохранил бы скорость Я бы ее еще больше Потерял Из-за своего разворота Вместо этого Он сам развернулся А я ничего Не сделал И у нас Выровнялась скорость И я смог его догнать Поэтому данный противник Чудовищно сглупил И подставился Ну а следующий фраг Опять же Уже можно и не комментировать В общем друзья Это был такой Первый пробный Видос На тему обучения Здесь вот Мне кажется В любом случае Что-то можно подчеркнуть Если хотите Я продолжу И вы можете предложить Даже самолет На котором Мне можно будет Рассказать Определенные вещи Как бороться С конкретными нациями Какие действия На этом самом самолете Лучше производить И даже покажу Маневренном бою Некие возможности Как и что Можно сделать Так что друзья Подписывайтесь на канал Поддерживайте контент Пальцем вверх И пользуйтесь Ссылочка в описании Под видео Где у вас будет 3% скидка Пока идет акция 9 мая Там пока вот все хорошо И приятно Можно пользоваться Все ребята Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok